находимся на улице промышленная вот вчерашняя свалка которую выявил гражданский дозор сейчас нахожусь вместе с представителем гражданского дозора александром цель начались бы вам расскажу вчера нам поступил звонок cds что идут жалобы от граждан по поводу задумленности и приблизительно с территории промышленной откуда-то идет дыр просили выявить место чтобы проводить пожар как раз приехали на это место в принципе горела примерно также должны помасштабнее это ночью во сколько был звонок поступил где-то часов в девять начали десятого но это резина прям по запаху с той стороны хорошо видно там остатки от перчаток судя по всему ну что-то похожее на карте какая-то образе резинотехнических изделий явно горит не один день пожарные вчера приезжали вылили одну машину я думаю что просто нет но я так понимаю что вы еще два дня назад сюда до заезжали нет перс корреспондент газета суть приезжал на это место ну вот я просто хочу сказать время 10 утра ночью тушили часа в три наверно до ночи нет раньше часов в десять уже пожарные 10 часов вечера пожарные ну а все горит продолжает гореть и ничего это не тушится и одной машины сейчас будем звонить обратно в пожарную опять будем обращаться с просьбой чтобы затушили но здесь я так понимаю клеит изнутри наверное да и поэтому она ее тушит сверху разгорается одной машины явно не хватает скорее всего еще с прошлого раза также горит и раз ее залили и тушили масштабы конечно впечатляет квадратов 30 на 30 наверно да вот какие-то ботинки резина видно что резин так ну так вот если в двух словах описать схему сейчас работы да и dds вчера поступили звонки и dds обратилась гражданскому дозору чтобы все-таки выявили место гражданский дозор ночью поехал нашел место где все это дело тлеет и горит и вот запах ужасно на самом деле запах очень вас вызвали пожарные приехали пожарные затушили при тушили наверное правильно искать потому что вот она опять горит но я хочу сказать сегодня разговаривали тоже перед пдс еще пдс не начался разговаривали тоже с александром александровичем соловьем по поводу он тоже в курсе этой темы уже тоже они утром выезжали совместно с представителями администрации но проблема есть она никуда не девается я думаю что здесь основа эта проблема понятно там это все-таки в первую очередь тех людей которые свалку образовали по поводу того что поджог от преднамеренно или нет ну сложно сказать да но то что здесь резинотехнические изделия находится в основном большей степени это вот кровля какие-то эти покрышки запчасти где-то до 30 на 30 не настолько это в глубину вот этим мы дышим